котяточки ваша мама пришла вкусную парфюмерию принесла доброго времени суток мои любимые очень рада встретиться с вами на моем канале сегодня мы с вами будем выбирать самую красивую самую роскошную парфюмерию из 8 недорогих ароматов чтобы создать потрясающие роскошные парфюмерные коллекции чтобы не оставить вообще шанса окружающим чтобы всех покорять и с ногти сшибать и влюблять себя да ну конечно разное можно делать с людьми при помощи парфюмерии можно и отпугнуть можно напугать можно раступить их когда вы едете в общественном транспорте битком набитом да много всего можно сделать поэтому собственно для всех этих целей мы с вами подберем нужную парфюмерию все ссылочки на нее я оставлю в описании под видео также на свой скидочный промокод на рандеву на 10 процентов который называется 10 love shop он постоянный многоразовый даст вам скидку ровно 10 процентов на весь ассортимент суммируется всеми скидками акциями и если вы хотите вступить в мои совместные закупки чтобы я помогла вам заказать парфюмерию на рандеву с 30 процентной скидкой подписывайтесь на мой телеграм-канал ссылочка самая верхняя в описании и давайте приступать к сегодняшнему обзору всем желаю приятного просмотра и начать сегодняшний обзор и я хочу с парфюма от бренда эйсенберг называется у фреш деликейт аромат для женщин посмотрите какой красивый здесь флакон вроде бы ничего такого замысловатого но насколько правильные линии насколько правильный правильный здесь куб да какие у него толстые края какое правильная крышка тоже прозрачная да золотистое содержимое золотистый ободок аромат женский фруктово-бело-цветочно-древесно-свеже цитрусовые принадлежит группе цветочные фруктовые 23 год создания всего год этому аромату и какие же здесь ноты я думаю что этот аромат такой классический женственный понравится большинству то есть если вы любите элегантную классику в виде люкса да вам определенно сюда это очень мягкий парфюм это очень легкий нежный парфюм это не что-то такое бух яркое такое взрывное да не что-то насыщенное и шлейфовое нет это очень мягкий легкий и нежный парфюм яблочком зеленым он открывается черная смородина здесь очень мягкая аромат это яблочко мандарин тоже мягкий мягкий свежий легкий делает это все тепленьким грейпфрут это делает чуть-чуть с кислиночкой и с горчиночкой но совсем чуть-чуть в середине появляется белая цветочность это ландыш и жасмин нежные белые плюс персик их делают такими знаете сочными акватическими и мягкими а в базе у нас здесь кедр и сандал то есть древесная база плюс бобы тонко ароматные и плюс афродизиак в виде мускуса композиция очень красивая но нужно долго и сильно в нее вслушиваться чтобы вообще этот аромат услышать как я сказала никакой стойкости никакого шлейфа здесь не будет нужно его много нанести чтобы вообще от вас его кто-то услышал но красота здесь определенно есть опять же есть девочки да которые любят свежие легкие невесомые ароматы которые ищут в офис да на работу вот такие вот ароматы вам это точно понравится и придется по душе потому что композиция красивый аромат такой нежный ненавязчивый дальше следующий аромат кристалле амбре от кейко мечери аромат снова для женщины посмотрите какой флакон вот когда я говорю о том что мне не нравится например фраку флаконы от франк бокле да там как бы понятно что вообще не запаривались насчет флакона но я всегда при этом упоминаю что и ценники они не задирают благодаря этому и вот смотрите на этот флакон да как здесь все красиво какой сливовый цвет какая красивая ограненная крышка как все продумано аромат этот женский амбровый мускусно-пудровый ваниль на тепло пряный 2009 год давненько он на рынке нет здесь никакой пирамиды здесь просто ряд но собраны открывается замшей горькой и прохладной из-за бензоина французский лабданум ну немножечко смягчает мускус тоже чуть-чуть разбавляет это все ваниль да делает более теплым сандал здесь очень ярко начинает звучать и слава богу это горькая замша немножко разбавляется дальше ладан да магические зеленые ноты свежие не понравился мне совершенно старт от слова совсем это было очень горько очень так как-то мужественно я бы даже сказала и холодно но потом лабданум мускус ваниль сандал ладан зеленые ноты все это разбавили и сейчас это вполне себе интересно очень сильно необычно это для девочек с характером всем кто любит кожу всем кто любит такие древесно-кожаные ароматы да он смягчается концу но он остается замшево древесным ванильным сладаном следующий аромат коч wild rose в их классическом совершенно флаконе здесь золотая верхушечка да они без крышек выпускают свои парфюмы здесь также вот такой брелочек до находится карета вот это с лошадьми да как логотип бренда здесь изображен амбре из прозрачного в бордовый все очень симпатичный аромат для женщин он розово-фруктово-амброво сладко-мягко-пряно свежий принадлежит группе фруктовые цветочные конечно же 22 год выпуска то есть два года этому аромату аромат должен быть вкусным исходя из ноты и должен быть таким знаете приятным девичьим учитывая что это люкс да здесь должно быть что-то такое что понравится большинству да очень вкусный приятный аромат красной смородины и бергамотом он открывается красная смородина здесь красивая качественная свежая прохладная и бергамот прекрасно с ней сочетается но этот аромат не холодный он прям такой вкусный привкусный в середине появляется роза которая чудесно с красной смородиной с бергамотом гармонирует мне очень нравится этот аромат я его уже себе отложила просто восхитительный и жасмин сам бак делает эту композицию теплой в базе мы слышим амброксан это синтетический заменитель амбра бобы тонко ароматный и мох это делает все влажным изумительно восхитительно очень сильно вкусно очень вкусная роза с жасмином с красной смородиной с пергамотом все это влажненько с бабами тонко чудесно очень 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 советую и флаконы и содержимое все прекрасное цена невысокая дальше следующий аромат у нас с вами франк букле кашемир вот как раз про флакон я только что упоминала до недорогие у них такие не интересные флаконы но ароматы потрясающе качественные стоящие за небольшие деньги аромат унисекс амброво теплопряный древесно-коричневый кожаный до принадлежит группе древесные пряные 17 год выпуска боже мой сколько же здесь необычных нот грейпфрутом розовым перцем открывается этот аромат он очень нетривиальный грейпфрут здесь натуралистичные прямо вот такой знаете с прожилочками с этими горькими и вот такой аромат и кисленький то есть он здесь прям очень-очень натуральный его хорошо чувствуешь розовый перец его усиливает в середине появляется корица кожи и гвоздик о виде пряности вот это вот вот самое самый смак до такой корица очень красивая ароматная с кожей сочетается восхитительные гвоздика виде пряности здесь тоже классно то есть если вы любите кожу на пряный аромат и опять же вам сюда. Но знаете, несмотря на все эти вот такие вот интересные ноты, да, ароматные такие, звучные, сам парфюм довольно приятный и спокойный. То есть он не какой-то сильно брутальный, не горький, не резкий, не острый. Он довольно мягкий. Грейпфрут уже улетучился. Корица здесь прям такая лайтовая-лайтовая, нежная. Кожа здесь мягкая, гвоздика тоже мягкая. В базе у нас здесь охлаждает это все бензоин. Дальше в виде сексуальные ноты здесь у нас амбра. Кашемировое дерево здесь мягкое такое, да, приятное. Такое, как будто бы такое пушистое, да. И кедр, и ветивер, то есть еще больше древесности. То есть это древесно- кожано-пряный аромат. При этом мягкий. И он для девочек подойдет очень хорошо. Просто идеально, потому что вот мягкость здесь, здесь нет какой-то брутальности. Следующий аромат Аквадепарма от Колония Пура Аквадепарма. Флакон тоже здесь не представляет никакой ценности художественной, да. Все очень просто, лаконично. Аромат унисекс, наверное, из-за этого, да, такое здесь очень сдержанный флакон в плане дизайна. Этот аромат цитрусово-озоново-фужерно-свежепряно-био-цветочный. Принадлежит группе цитрусово-фужерно. Очень красивая группа, да. У нас вот Light Blue, Light Blue Forever, вот они принадлежат к этой группе, и они нами очень любимые. 2017 год создания, то есть тоже давненько этот аромат существует. Давайте посмотрим на него, посмотрим, насколько он красивый. Очень свежими такими цитрусово-воздушными нотами он открывается. Это озон, бергамот, апельсин и петитгрейн. Красивое сочетание здесь цитрусовых плюс зеленого спокойного петитгрейна. Да, красивое такое, мягкое сочетание. Но здесь цитрусы, они не такие яркие, как, например, в Dolce & Gabbana, да. Там прям вот очень все ярко, красиво, насыщенно, стойко, шлейфово. Дальше, в середине здесь появляется Narciss. Вот такая очень интересная нота. То есть Narciss очень ярко звучит, очень самодостаточно звучит. Вот, я бы даже сказала так, не знаю, какое слово подобрать. Ну вот он все собой как-то затмевает, да, вот на то он и Narciss, собственно. Но он здесь прям красивый. И его окутывает Jasmine самбак, и они в тандеме прям классно звучат. То есть Jasmine его немножечко как-то смягчает. Кориандр это делает все прохладным. И в базе у нас кедр с пачулями, с капелькой, да, для характера. Пачули здесь слышны, но они не дробят наши виски, все отлично. Да, и белый мускус здесь, как афродизиак. Но хороший аромат. Я бы сказала, что это женский аромат. Я здесь вообще ни разу никакого унисекса не слышу. Здесь просто нечему быть унисексом. Здесь ни одной унисексовой ноты нет. Это женский аромат. Очень приятный, очень мягкий. Не знаю, конечно, если какому-то мужчине нравится. Прям цитрусы плюс фужерность, плюс биоцветочность. Но не знаю. Это как-то прям подевчачьи будет. Все-таки хотелось бы, чтобы мужчины были мужчинами. А то вот эти вот крашеные волосы, эти маникюры, походы к косметологам. Что-то вот иногда так встретишь мужчину, а он ухоженнее тебя. И думаешь, господи боже, зачем это? Куда делась вот эта вот какая-то вот дикость, да, вот такая вот немножко мужская. Все-таки мужик должен быть мужиком. Да, он не должен себя запускать, но он не должен как-то в женщину превращаться. Поэтому я все-таки за мужественный аромат и против того, чтобы какие-то ягодки, цветочки вкусненькие мужчины на себя наносили. Не хватает нам вашей силы, мужчины. Не хватает вашей мужественности, брутальности. Не надо растворяться как бы в какой-то вот этой женственности, нежности. Пожалуйста, останьтесь, мужчины, останьтесь на этом свете настоящими. Так, следующий аромат у нас с вами называется Салария от Giardino Bonesere. Как мне нравится название этого бренда. Совершенно не нравится флакон, вы это знаете, да. Все очень просто, здесь скромно. Но хотя вот эта вот планочка такая серебристая, симпатичная металлическая крышка, которая с ней очень хорошо контрастирует, гармонирует. Прозрачный флакон, прозрачное содержимое. Аромат унисекс описывается как морской, фужерный, соленый, акватический, травяной, свежепряный. 17-й год. И ноты здесь такие, каких я еще не видела. Хотя мне казалось, я уже много всего видела в парфюмере. А нет, нет. Морскими водорослями открывается этот аромат. И ноты Мирт, это такой белосветочный куст. Слушайте, звучит красиво. И ни разу, опять же, это не унисекс. Ну хотя не знаю, из-за морской направленности может быть, да, может унисекс. Не знаю, вот девочки, вы любите морские ароматы? Я вот терпеть не могу. Мне кажется, это как-то, не знаю. Ничего в этом дорогого нет. Хотя, опять же, акватика вроде нежность. В общем, да, морские водоросли. То есть такая морская тематика, но мы вот эту вот зеленушку слышим, да. И Мирт бил цветочный. В средних нотах соль плюс кедр. И в базе это мускус. Все достаточно спокойно, все достаточно понятно. Не хватает здесь ноты, морские ноты, потому что все-таки морские водоросли и соль. Это мало для того, чтобы создать морской аромат. Здесь явно добавлено еще что-то, что такое создает у нас четкое ощущение моря. Но не знаю, хотите ли вы пахнуть морскими водорослями. Хотя они звучат достаточно приятно, да. То есть как будто бы это море плюс зелень. Но это прям вот отчетливые морские водоросли. Не знаю, купите вот пачку морских водорослей в магазине. Понюхайте, как это пахнет. Плохого ничего сказать не могу, конечно. Интересно пахнет морем плюс зеленью. Дальше следующий аромат у нас с вами. Это Антонио Моретти. Мой нелюбимый бренд. Это он ведь с головой там в виде статуи. Хотя что-то есть у меня, что мне нравится. Здесь цвет флакона красивый такой. Пудровый прям, пудровый. Пудрово-персиковый. Крышка здесь красивая. Золотая. Вот этот вот логотип бренда изображен. Аромат этот у нас для женщин. 23-й год создания. То есть год этому аромату. Восточная фруктовая группа. Ноты хорошие. Такие прям женственные ноты. Много красивых цитрусовых. О! Слушайте, все свои слова недовольны. Беру обратно. Прям вкусный аромат, который пахнет персиком. Ой, девочки, кто хочет персик? Кто меня недавно в комментариях спрашивал, скажите бюджетный аромат, похожий на бетерпич? Персиковый парфюм. Божечки мои. Вот. В общем, вот это вот оно только без алкогольности. То есть не грязный здесь персик. Он здесь чистый, вкусный, женственный, нежный, мягкий. Ой, это мандарин плюс персик, плюс черная смородина, плюс апельсин на старте. Но пахнет это, конечно, прям персиком. Персик все здесь затмевает. Причем он такой, знаете, тепленький, как вот в консерве, да, баночку открываешь, и он такой прям в этом сиропе, в сладком. Вот он вот такой. Красиво, красиво. Персик, его окружают мандарин, черная смородина и апельсин. Шикарно. Дальше. В середине у нас специи жасмин и полынь. Немножечко разбавляю, да. Ой, персик становится чуть-чуть специ... Чуть-чуть специевым. Жасмин здесь такой теплый, красивый полынь. Просто спокойная. И в базе у нас ваниль, бобы, тонко, мускус, ладан, пачули, бензоин, древесные ноты. Ой, как шикарно. Как шикарно. Это стоит за 8 мл. 1000 рублей я добавляю в корзину. Я хочу персиковый аромат в коллекции. И 6000 это стоит за 50 мл. И последний аромат у нас на сегодня. Любимый бренд моего косметолога, кстати. Каджал Дахапа. Ромат для женщин. Красивый, стильный, женственный флакон, да. В духе Dolce & Gabbana V1. Прям похож, скажите. И содержимое тут тоже золотого цвета. И флакон прям такой же. Крышка очень похожа. Люблю, люблю этот дизайн, да. Женственный аромат. Фруктовый, свежий, мускусно-тропический, сладко-пудровый. 15-й год создания. Такой восточный вкусный аромат. Открывается зеленым яблоком и бергамотом. Очень вкусно. Очень вкусно и дорого. Сразу же вмешивается маракуйя из средних нот. Кедр мягкий и прохладный кориандр. Ммм, красиво очень. Там такой восточный аромат. В базе это мускус плюс амбра, да. Два афродизиака и пачули. Капелька, капелька, маленькая капелька пачули. В общем, пахнет это маракуйей. С бергамотом с зеленым яблоком. И на кедровой базе. Вот так вот это пахнет. Хотите маракуйевый аромат? Обратите внимание на этот. Да, вам понравится. И флакон очень красивый. И все здесь шикарно. Вот и все, мои любимые. На сегодня все. Это были все ароматы. Хороший у нас с вами улов. Много красивого мы нашли. Что-то даже добавили в корзину. Да, молодцы. Антонио Моретти все-таки делают вещи. Я прям рада, что познакомилась с этим ароматом. Оценивайте, пожалуйста, это видео лайком. Пишите что-нибудь в комментариях. Все, что угодно. Смайлики, любое слово. Мне очень нужна ваша помощь в комментариях, да. Для продвижения этого видео. Для поднятия просмотров. Любимые хейтеры, пожалуйста, тоже пишите. Не стесняйтесь. Что-то у меня в последнее время один только какой-то комментарий от вас. Грустный, одинокий, да. И все. Как-то мало. Давайте. Пишите, пишите, пишите все свои недовольства. Потому что, ну, вы же тут мои хозяйки, да, ведь? Вы же тут командуете. Это ж не мой канал, а ваш. Вот. Вы вспомните это. И давайте начните командовать, как вы любите. И в голову-то вам, конечно, не приходит, что если вы хотите что-то по-другому, создайте свой канал и сделайте лучше, да. Нет. Проще сидеть и командовать мной. Вот. Вспомните об этом и давайте выдайте мне, как я все неправильно делаю. Разворачивайте описание, чтобы найти все лежащие там ссылки на парфюмерию. И на все мои соцсети, в которые я приглашаю вас подписаться. Пользуйтесь моим скидочным промокодом на 10%, если сами будете делать заказ. И вступайте в мои совместные закупки. Подписывайтесь на телеграм-канал. И я всем помогу купить все, что вы хотите с 30% скидкой на рендеву. На сегодня с вами прощаюсь. До завтра. Следующее видео уже не за горами, да. У нас с вами ежедневные парфюмерные посиделки. Спасибо большое, что заходите каждый день, что проводите это время со мной. Я очень стараюсь для вас. Мне безумно приятна эта тема. Я думаю, по моим эмоциям вы это видите. Так что встретимся завтра. Всех люблю, целую, обнимаю. Будьте самыми ароматными и красивыми, и сногсшибательными. Всем до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok